У меня пришел первый запрос. FFFJRGHSH. Вот он, FFFJRGHSH. Вот он пришел. Сообщили что-то. Я им отслал ответ. Вот мой ответ. У меня такой хендлер, он всем один и тот же ответ посылает. На любые запросы вообще. Он говорит HTTP 1.1, у меня 1.1 версия, 200 и текстовый код. Окей. Соединение connection типа live, нет, TCP обрубаем, закрывает. Сообщает тип содержимого. Речь это будет HTML, кодировка UTF-8. Длина контента 98. Делает одну пустую строку и передает контент. Что происходит? Браузу это сделаем запрос. Вот получил такой HTML. Он начинает ее анализировать и видит, что здесь есть. Еще три ссылки на серверах. То есть для того, чтобы корректно трендерить эту страницу. Ему уже картинка и МГ-0, и МГ-1, и МГ-2. Поэтому браузер тут же делает запросы дополнительные на сервер. То есть браузер автоматом посылает очередь запросов. Вообще говоря, он их пытается послать одновременно. То есть он делает эти запросы одновременно. Просто у меня однопоточечное приложение, оно по одному их вытаскивает. На имидж-0, а я ему всегда отвечаю HTML. То есть я ему ответ посылаю, просто он смотрит, а это не ЧПЕК. И поэтому рисует как будто заготовку. Просит 1, просит 2, я посылаю ерунду. Просит еще что-то. Вот это что-то, это договоренность. Смотрите. Если я зашел вот сюда. А, вот. Видите, вот здесь вот буква B. А вот в этой вкладке вот эта стрелочка. Так вот, это просто такая договоренность, что HTTP сервер может содержать по такому пути иконку. Не знаю, в каком формате. ИК, это что? Иконы. А че? Размер. Что это? Гиф, ПНГ, ЧПЕК. Ну, что ты на подруге дает? Ну, ПНП сыроватая, по-моему, да? Сильно без кодировки. Вот. И у меня браузер спросил тоже. Если бы я ему ответил, то он бы корректно нарисовал вот тут в углу что-то. Томкет. Ну, тут я не понимаю, почему. А, я когда-то разворачивал на 8080 томкет, он закешировал картинку, взял ее и поставил. Он это пройдет? Ну, вот это явно картинки он спросил. Я всегда отдаю ответ на запрос, я отдаешь кем-лину. Ну, почему-то вместо картинок он нарисовал все же на заготовке, потому что я отдал HTML, но он смотрит, это не картинка. А иконку он тоже меня попросил, я ему отдал HTML, но он взял, запиши, Рома. Так. Он их выстреливает как пулемёт, даже делает дополнительный запрос, которого я не ожидал. Я всегда отвечаю на это же. Тут возникает интересный вопрос. Это парит всех SEO-шников. SEO-шник — это для амбревиатуры. Есть вот такая. Это Chief Executor Officer. По нашим назвать исполнительный директор. Я имею в виду вот этих SEO-шников. Search Engine оптимизаторов. Собственно, задача которых — чтобы мы в выдаче Google были повыше. И чтобы вообще людям больше наш сайт нравился. И вот этих людей очень сильно волнуюсь, чтобы наш сайт максимально быстро рендерился в браузере. Две основных вещи, которые все делают, но они реально, если их не сделают, очень сильно все утормаживают. Первое — это кеширование. То есть, когда браузер туда посылает, например, GET, в ATT приходит ответ. Там 200 ОК, да, это хорошо все. HTTP 1.1. Ну а также, наверное, писать кэш-контрол. Там несколько совершенно противоречивых у этого кеширования вообще в HTTP не согласованных. Там несколько совершенно разных способов указания. Можно указать время жизни. Можно указать дату, когда контент станет неактуальным. Можно указать хэш-код, так называемый ETag. Это, по сути дела, хэш-код считается содержимым. Можно указать еще разные штуки. Но если в самом простом случае, когда рендерится ответ, кэш-контрол можно указать такое, что, например, этот контент актуален один час. Это означает, что если браузер встретит еще раз линку, точно такую же, и это будет GET, то он может не посылать запрос на сервер, а взять из локального кэша. Поэтому получается, что на сайте, хотя на сайте может казаться, что у меня тысяча разных страниц с разным дизайном, авторы сайта пытаются сделать минимальное количество картинок, чтобы везде были одни и те же картинки. Возможно, в разных комбинациях. Там что-то с ними вот так муки. Что на самом деле, зайдя уже на первую страницу, я загрузил все картинки, заходя на вторую страницу, мой браузер просто все картинки подрузил из кэша. Не ходил в интернет. Поэтому в браузере есть какой-то файловый сторидж, там сто метров всякого флама не хранят. Но, то есть таким образом, при помощи управления кэшированием можно снизить заметно нагрузку на сеть и время отдачи. То есть заходишь на следующую страницу, у тебя бах, страница мгновенно готова. Потому что надо понимать, что HTML сам в чистом виде весит килобайт 30. А вот картинки, там каждая картинка хорошего качества, килобайт 200 может весить, 50-100. Основная проблема – это картинки. Флэш много весит. Вторая хитрость. Когда я захожу, так и первый раз. Что происходит? Это будет сервер, это будет я. Итак, я посылаю запрос на HTML. Получаю HTML, анализирую его. Обнаруживаю в нем 50 ссылок на картинки. Это вполне реально. Страница сайта дом-двору, вот такая вся покрыта картинками. Да, там еще решение 2. Вот дом-двору, куча картинок. Можно делать множество независимых картинок. У каждой будет свой URL. Image 0, gpg, image 1, gpg, image 7, div. А можно делать на сервере одну здоровенную картинку, где эти маленькие занесены. Делать запрос на одну картинку. И в браузере можно средствами HTML сказать, что вот здесь, в окне браузера, я хочу картинку 100 на 100. И это из огромной картинки вот эта часть. Это уже проблема верстаков. То есть я могу средствами верстки я могу закачать одну огроменную картинку с сервера, а потом средствами верстки ее как бы полезать. Картинка реально не режется. Я просто-напросто говорю, что вот тут как будто есть такая дырка. Я хочу показать в верхнем правом углу вот эту часть. А в нижнем левом вот эту. А по центру вот эту. Но допустим, что было дело не так. Что это действительно 100 разных картинок. Запрос в гетто получили HTML, проанализировали. После чего наш браузер хочет послать 100 запросов на сервер. Одновременно. Он говорит, мне уже CSS, JavaScript и 100 картинок. Тут возникает тоже определенное ограничение HTTP. Вообще говоря, HTTP считает, что один клиент на один сервер должен одновременно открывать не более чем 4 или 2, я там точно не помню. Там на самом деле какой браузер как сделан. Одновременно TCP соединение. Ну, если мы посылаем одно и то же TCP соединение, надо понимать, что запрос туда идет примерно 50 миллисекунд. И запрос назад 50 миллисекунд. Это означает, что вообще говоря, даже если нам мгновенно отдали картинку, она весит 1 килобайт, то у нас один раундтрип туда-сюда весит 0,1 секунды. Ходите 100 запросов на сервер и 10 секунд на вот этот раундтрип. Туда сходить, назад сходить, туда сходить, назад сходить. Поэтому пытаются все запросы сделать одновременно. Но тут оказывается, что по HTTP, вообще говоря, один браузер на один клиент, в общем-то, не может открывать более чем 2 или 4 TCP соединения. То есть они могут открыть одновременно 4 соединения, по всем 4 попросить картинку 0,1,2,3. Третья пришла, туда говорят, 4 пришла. То есть открывают 4 канала, по ним начинают высасывать. Но это все равно медленно. И тогда получается такая оптимизация. Не знаю, сейчас у дома 2 есть она? Вот. Давайте мы посмотрим картинку. Такая скребляет папку. В общем, вот чертовой уйма на самом деле картинок. Плохо сверстно. Значит, верстку переделывали. То есть вот на самом деле сколько разных картинок. Вот в это все надо было запросить, что в этой главной странице. Так. Часто делают субдомены, поэтому. Как обманывать? У меня есть дом 2. У меня есть дом 2. Вот на него одновременно можно открыть только 4 сокета. Да. Но на сайт. И мг 0, дом 2. И мг 1, дом 2. На этот можно открыть 4 сокета. На этот можно открыть 4 сокета. И делают кучу субдоменов. Я набираю дом 2. Идет запрос get. Получаю HTML. А в HTML ссылки на картинки идут на кучу разных субдоменов. Но человек этого в браузере не видит, его это не волнует. Делается огромное количество субдоменов. Опять же, это все может быть обман. В реальности, это один HTTP сервер стоит. Я просто-напросто зарегистрировал кучу доменных имен. И как бы обманул браузер. Браузер думает, это разные доменные имена. На каждой можно открывать по 4 сокета. Открывает. И таким образом, моя задача получается. То есть, сделать так, чтобы, если именно сделать одновременно 100 запросов, чтобы они действительно одновременно произошли. Для того, чтобы трейдерить страницу, мне нужно открыть 100 TCP соединений. 100 одновременных HTTP запросов. Да. Когда работают верстаки, вот это работает именно на фронтенде, то у них обычно проблема выглядит так. Round trip весит 0,1 миллисекунду. У человека, конечно, может проплачивать 0,10 мегабит в секунду. Ему, на самом деле, закачать что килобайтный рисунок, что 10 килобайтный, закачивается мгновенно. Но для того, чтобы пакет дошел туда и дошел назад, нужно заплатить. Причем, в общем-то, это на сегодня уменьшить нельзя. Потому что скорость света 300 тысяч километров в секунду, а диаметр земного шара 40 тысяч километров. Это означает, что, вообще говоря, если мы на противоположную сторону земного шара делаем запрос, да, в Бразилию, то вот столько до него километров, а вот столько километров за секунду успевает пробежать свет. Скорость электричества в металле, в общем-то, примерно на скорость света. А в оптоволокне скорость света равна скорость света. Еще следует, что, то есть если мы поделим, мы получим сколько? 0,075, да, примерно? 63, да, 66. То есть у нас даже, если наш пакет будет идеально со скоростью света идти в Бразилию, он вот столько просто будет идти до Бразилии. То есть у нас бразильский сервер, а два раза 0, 100, 32. Вот столько секунды просто надо сходить, чтобы в Бразилию. Это никак нельзя убрать. Ну, можно убрать только, если, например, сайт вроде как бразильский, на самом деле по всему рейду стоят сервера, это это Content Delivery Network. www.google.com на самом деле их сервера или какие-нибудь другие расположены по всему земному шару. Они там как-то круто играют с DNS, и когда я делаю запрос на какой-нибудь, не могу сейчас сказать, куда, ну там, не знаю, на Facebook, на самом деле мой запрос идет не в Америку. Он идет в европейский сервер, а то даже и в московский, а может даже и в киевский. То есть их задача, чтобы я ни в коем случае не ходил в Америку. Иначе каждый запрос просто 0,1 секунды, и это не зависит ни от чего. Скорость света ограничивает. Поэтому у всех верстаков чудовищная проблема. Это когда сайт жирный, то есть приходят дизайнеры и говорят, у нас есть миллион пользователей, они смотрят телесериалы. Мы разработали дизайн, ориентируясь на пользователей телесериала. Нас не волнует HTTP, скорость света. Здесь даже будут цветочки. Все. То проблема, как сделать, чтобы огромная масса контента, которую нагенерили дизайнеры, была максимально быстро отрендерена в браузере. Собственно говоря, если главная страница не начинает рендериться через секунду, большинство пользователей начинает бесить. И поэтому тут начинается куча разных оптимизаций. Надо из протокола выжимать все, что можно. То есть делают субдомены, картинки всякие CSS и JavaScript расслаблены на субдоменах, браузер, когда видишь, что разные субдомены, открывает на каждый, то ли два, то ли четыре. Разные браузеры по-разному. TCP соединений в каждый посылает, то есть он его так посылает, получил картинку, послал, получил, послал, получил, послал, получил. А он умудряется их послать одновременно. А они-то начинают приходить. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.